всем привет пытаюсь снять влог сейчас я сижу и шью занавески вот у меня что-то ударило так хочу занавески чтобы не как у всех и чтобы ну как-то что-то интересно было что-то естественно подходило дизайн ну в общем как все девчонки хотят чтобы там было красиво и в общем такой вот материал сейчас покажу не знаю как видно будет когда повешу виднее будет вот такие вот он был длинный мне пришлось укоротить и я вот хочу вешать вот на такие вот как говорится кругляшки вот спросила сколько будет это стоить если вот чтобы мне сделали в общем одна занавеска стоит от чтобы не сделать у меня все уже есть все куплено чтобы вот так вот сделали от 250 крон до 500 в общем за одну только вот за вот одну вот эту вот за одну занавеску ну считайте 500 крон это я считаю вообще дорого если тем более все купили от легче пойти купить готовую самую дорогую занавеску вот а я еще хочу в зал присмотрела занавески там просто материал очень дорого берется но мне это материал очень подходит так что я хочу купить и сама сделать сейчас тренируюсь на такой занавеске я ее хочу тоже повесить вам комнату для гостей тоже такая вот пока еще нигде не видела купил в магазине где продается метражом вот машинка у меня сингер покупали здесь уже что меня удивляет россии сколько у меня не было постоянно ломались что-то с ними случалось причем мы почти жили ну как жили на одном месте до никуда не прижалеться с этой машинку что только не как мы ее не перевозили в коробках что он просто ставишь на стол включаешь она работает ничто не заедает никуда веревка ой ниточка никуда там не залазит никуда там тоже не застревает все так но если что-то случается просто проверила может на кнопку не туда нажал или ну действительно нитка кончилась или что-то ну вообще супер машинка ничего с ней не случается она у меня не супер там профессиональная обычная потому что ну как бы сейчас я не очень сама я самоучка поэтому я не загоняю занавески подшить брюки и юбки ну раньше я там платье шила так по бурдению сама конечно сама выкройки делать не умею вот и вот купила такие штуки тоже вот сейчас я попытаюсь вставить такие белые хочу кругляши туда вставить и получится у меня занавеска я уже все смерила уже вставила сюда такой материал чтобы он был жесткий жесткая вот эта вот штука в общем в принципе если вот так знать как делать ничего тут сложного нету очень быстро строчки ровно я не умею строчить я потихонечку пока вот дети в школе в садике делаю и вот сейчас мне осталось разметить вставить эти кружочки вырезать все кстати написано как что делать 1 2 3 4 5 и посмотрим что у меня получится вот так получились у меня занавески все я сделала здесь вот эти еще кругляшки муж мне помогал они как-то достаточно может быть я неудачно их купила как-то они туго очень как застегивается заклепываются и дырочки все-таки надо вырезать чуть поменьше хотя я вырезала поменьше но нужно еще значит меньше вот так вот и укоротил немножко вчера ошиблась на 10 сантиметров что-то вчера математика видать не шла у меня вот было на 10 сантиметров длиннее но вот все сделала получилось вот так вот солнце светит может не очень виден рисунок но такая у меня теперь здесь красота осталось поставить косметический столик и добро пожаловать гости в гости комната почти готова осталось несколько коробок разобрать хотела вам показать еще занавески осенние тенденции занавесок мы купили в нашу спальню просто как-то сестра спрашивала какие у вас занавески есть может какой дизайн стиль как я говорила какой дизайн стиль у нас минимализм вот и сейчас покажу занавески но в принципе мне очень понравились и вот это именно новинка вышла пару дней назад и вот мы прикупили у нас окна маленькие так что много нам не надо вот покрывала у меня такую я вам говорила от мама привезла она у нас была в вагончике но вот вагончик может кстати поставили опять у меня слов кстати в общем на зиму уже поставили и я его забрала сюда он очень хорошо сочетается со стенами и вообще так что можно использовать зимой занавески у нас такие вот сейчас немножко солнце отсвечивает попробую закрыть жалюзи не жалюзи вообще сейчас очень модно все делать жалюзи так ничего не видно в общем а я не люблю жалюзи потому что мне кажется как в офисе как-то неуютно и вообще в общем с такими листиками в принципе очень простые занавески вот такая как вы видите как бы мешковидная что ли ткань обычно но мне нравится что это не синтетика она не накапливает вот вот эти синтетические разряды и кто умеет шить у кого есть хорошие машинки просто вы что такие большие огромные листа 4 листа на занавески вот так вот если вам видно большие листа если у вас машинка умеет вышивать вот у меня к сожалению не умеет такие занавески в принципе они недорогие если машинка вышивает можно сделать такие занавески что все ахнут в принципе вот вот такой лист вышили а вот этот листочек туда еще ткань белую наложили и тоже обшили вот вышили такой листок получилась такая композиция сверху точно такие же листочки снизу 4 листочка всего на сейчас опущу до конца вот 4 листочка на занавески вот такие в общем сейчас вышли занавески осенние но и мы их прикупили и конечно же у меня батарейка садится вот и сегодня мне принесли такую подарочную карту с бухус правда 500 крон но тоже тоже хорошо за то что нам делали фотографии в нашем доме так что уборка моя прошла ну как бы заплатили за уборку вот тоже приятно пойду посмотрю что-нибудь в бухусе может вам поснимать что-то я еще не решила что мне надо занавески мы прикупили это мой вот столик на сегодняшний день который переедет потом в комнату для гостей я сюда принесла то что пользуюсь каждый день но вот и зеркало у меня такие тут баночки скляночки вот такой привет здесь всякие мои карандаши там для глаз маленькие тенюшки которые я использую так вот каждый день потому что сейчас будет я никуда не выхожу так вот с детьми там в магазин доктор хаушко мэй диор для бровей ноту мне что-то не очень подошел он красивый цвет все подходит но он чуть-чуть как-то немножко сыпется сейчас я использую вот такая вот лимитированная и всем ларом как она называется хайлайтер так он не еще не закончился красивый хайлайтер наверное окно открыть чтобы все таки лучше там стоит мой колорисоник заряжается от ар-деко сейчас нелегко вот быстро если вот так вот макияж нанести с утра чтобы детей отправить вот такой от ар-деко летний летний коллекции бронзеры двое румян вот от шоссе до такие тени осенние я использую мне цвета нравится подходит под осень под осенний макияж вот они очень мягкие я вам уже говорила супер-пупер пигментированные кончаются очень быстро даже жалко очень хорошие вот купила я себе вот называется секси мама вот пудра что-то я от нее не в восторге хотя она матирует нормально но как-то вот она набирается жестковато но не знаю какая-то описывали ее намного лучше я как-то не очень от нее восторг ребенок уже зовет от лореаль тоже матирующую пудру она у меня вот как-то раскололась крышка надо ее быстрее пользоваться и от клиник вот так дома быстро припудрится тоже рассыпчатая пудра так нормально матирует нормально каждый день ай-яй-яй-яй не на выход зеркало упало все надо там толкнула ну и кисточки мои три помада от dior в доктор хаушка добиваю как-то она мне что-то в последнее время не нравится наружес старая становится добиваю такой вот отестилаундер под глаза иллюминайзер вот стоят два карандаша тоже от доктор хаушку мне подходит под эту помаду новую доктор хаушки вот она такая вот как бордово коричневая что ли мне нравится сейчас тоже на осенью использовать тут всякие письма у меня листочки лежат там со школы приходят я чтобы не забыть сюда ставлю в общем так вот у меня здесь все пока так потому что все таки хочу купить столик и все разложить и комод вот вот а пока пользуюсь то что я сделала сто процентов пуры это уж совсем когда мне быстро надо это вот у меня румяна такие я вам уже показывала ребенок у меня ребенок у меня сейчас не в садике пойдет со следующей недели так как у меня оба ребенка проболели ветрянкой поэтому поэтому спасибо всем кто мне пишет комментарии вот сейчас вот он пришел мешать мешатель скажи привет скажи привет спасибо дал мне карточки сейчас включу пошли вот спасибо за то что вы мне пишете всякие комментарии добрые вообще общаетесь со мной вы просите меня снимать почаще но вот к сожалению никак не получается то один болеет потом подплатывает второй вот как то времени нет то в больнице то туда то сюда ой осторожно вот машинки уже принес мультики смотрят про кроша и ежика что-то тут в компьютере натворил уже понажимал так так сейчас я тебе где вот этот тогда давай садись а я сейчас садись смотри мультики смотри в мультики сел вот спасибо за то что пишете мне комментируете я постараюсь снимать чаще но никак девчонки не получается потом я думаю вам самим будет не очень интересно потому что опять мама ну потому что у меня как день сурка в общем все одно и то же покормил напоил отвел в школу вот так что день сурка не знаю сидим дома чуть-чуть гуляем тем более дети болели мы практически вообще две недели сидел дома то с одним то с другим все только отойду уже мама вот ну постараюсь что-нибудь вам снять интересного сейчас покажу вам еще тоже занавески дочки которые купили у нас был какой-то занавесочный сезон вот так не знаю как вам будет видно просто такие вот как бы белые тоже такой же материал видите как мешковины по нему такие то ли темно-коричневые тоже то ли серые как цветочки такие ну и как раз комнату подойдет потому что комната все-таки у нее такая как вы помните розая вся цветастая такое поспокойней ну и к мебели подходит тоже красивая не электрическая нормально я сейчас покажу сыну как вы купили только на одно окно занавеску в морском стиле так как будем оформлять такое окно вот оформлять все я еще не погладила но сегодня-завтра поглажу все в морском стиле буду оформлять ему комнату так в морском стиле все тоже не синтетика а такой хлопковый материал вот за окном у нас солнышко сегодня тепло вон строители работают соседи дома что-то сегодня у соседей видать нет работы без работы сидят так вот занавесочный день сейчас покажу елки какие мы тут наделали уже такие елки у нас еще не доделали но уже вот две готовые просто нужно их поставить делаем еще одну в общем к новому году уже готовимся Ксения в школе скоро за ней поедем не повесили еще но вот будем сегодня-завтра вешать с навеской чуть длинноватая я ее как раз буду укорачивать тоже сегодня-завтра вот такой вот день у нас сегодня дети кстати проболели очень тьфу-тьфу-тьфу на них очень легко проболели заберу свой телефон карту вот я еще прикупила браслет забыла вам сказать такой распродажа ну знаете к новому году просто так пару раз одеть вообще я честно говоря не люблю бижутерию ну как не люблю нравится мне но почему-то я ее не очень часто ношу вот если покупать качественную бижутерию наверное качественная понравится но единственное качественная недалеко уходит по цене от золота так что предпочитаю покупать золотые вещи ну не знаю может быть и прикуплю что-то из бижутерии хотя у меня полно бижутерии но как-то вот она мне не носится вот вчера дочки выбрала себе вот такого гномика мы были вчера на контроле по аллергии ничего у нее не нашли никакой аллергии так что хорошо так что хотела вам сказать а хотела сказать то что дети перенесли очень легко приветики легко болезнь так как когда ветрянка их нельзя купать детей и их высыпало практически ничего не было на теле там чуть-чуть на животе на ногах ну как везде раскидал но очень мало практически ничего вот на себя перевернуть практически ничего не было у них и вот как-то все легко прошло температура была где-то там 37 полчаса потом опять пропала температура полчаса как-то вяленькие походили два дня и все два-три дня и потом пошло на убывание как-то тфу-тфу-тфу так что девчонки самое главное не купайте детей пусть они недельку дома посидят и на улицу не ходят так вот все спокойно в состоянии мультики смотрят в общем пусть дети кайфуют дома когда они болеют как говорится чтобы это все быстрее прошло в общем все легко тфу-тфу и Ксения уже в школу ходит Ильяс в садик пойдет с понедельника так что все нормально и вот когда ветрянка дети чешутся сейчас вам покажу какой есть крем Ксения не пользовалась так как как-то она взрослая может не супер чесалась а вот Ильяс он маленький хоть и он понимает что нельзя там чесать но купили вот такой все-таки ему крем так как он ночью весь чесался ночью он себя не контролирует он не крем он как пена такая выходит с пумпой пена выходит где-то ребенка намазываешь и он в общем ну как ему не чешется там ничего ребенок не чешется и как бы быстрее все проходит вот такой такая пена в общем вот еще кстати елочка такая такая а вот эти занавески я покупала в принцессе ну как-то они мне не очень они так белые чересчур ну не то что чересчур мне понравились что они белые ну как-то вот не подошли они никуда я буду возвращать так ну что это такое это что это такое там сзади меня бегает сейчас за Ксюшей поедешь за Ксюшей а коту мы прикупили домик такой чтобы когда он на улице нас ждет здесь вот на балконе стоит такая штука такая на столе он там спит ждет пока мы его впустим тепло ему и хорошо вот так что кот у нас тоже обзавелся новым домом зимой незамерно зимой мы поставим все в гараж так мне надо убрать здесь все накидали вот поставим в гараж и когда если там зимой будет холодно он как бы будет у нас в тепле сейчас пойду заряжу батарейку вот и поснимаем может что-то на улице такие домики здесь с подсветками я сейчас вышла прогуляться и в общем хотела попасть в спортивный зал но муж вот приехал чуть-чуть поздно ездил в магазин и там завтра собирается на дачу мы с ним завтра на дачу не едем я завтра с детьми иду в кино вот решила сейчас прогуляться раз в спортивный зал не попало пойду на воскресенье потанцую на зумби вот прогуляю сейчас как обычно может даже пробегусь вот не попала сегодня в Бухус мы в другой раз поедем забрала сегодня Ксению мы поехали в магазин забыла я камеру взять хотела вам поснимать в магазине но забыла так как перед тем как уехать пришли рабочие они нам должны были вставить шкаф в общем такую палку куда вешать одежду мне надо было ходить я им в общем просто что-то технически неполадки вот лошадки тут кушают травку классненький вечерний перекус класс вот и в общем рабочие делали нам и я уехала и в общем хоп и хах там пока я им объясняла чтобы они дверь закрыли я в общем забыла камеру а потом уже возвращаться было без толку с детьми так что я не снимала вам сегодня ничего вот сейчас прогуляюсь детей накормлю уложу спать муж завтра на дачу а мы с детьми в кино и буду их весь день развлекать вот так что развлекательный день на завтра сейчас у нас очень быстро темнеет но темнеет как сейчас в 6 часов потом ближе к декабрю в 3 часа будет темнеть вот вот так уже вечером у нас конечно красота но камера не передает ни красивые облака ни пейзажи ничего передает только темноту так что сейчас быстро темнеет а когда будет темнеет 3 часа чтобы не совсем было так уныло будем с детьми куда-то ходить в бассейны по магазинам в кафешке еще куда-нибудь не знаю придумаем с ними что-нибудь будем больше наверное тренироваться еще что-то делать не знаю вон там огонечки там вот муж мой работает там его работа я говорю машин как всегда как я начинаю идти так начинают машины ездить вот я ему говорю о чем деньги тратить на спортивный зал давай экономи деньги я экономлю по-своему и ты давай экономи по-своему говорю утром встал купальный костюм одел говорю и поплыл на работу ножичек конечно но недалеко а на машине конечно далеко но недалеко минут 20 ехать конечно вот буду наверное закругляться я в темноте снимать наверное не интересно смотреть кстати я думала почему у меня всегда трясется так шумит камера кажется у меня там висело украшение вот висело украшение и я наконец-то сняла и теперь оно не шумит ну ладно девчонки всем пока всем до встречи спасибо за просмотр иду вот домой хочу вам заснять дома здесь вообще хоромы какие-то дворцы стоят здесь вот тоже плохо отсвечивать днем надо вам поснимать здесь тоже здесь вот конечно они все делают еще не доделанные заборчики смотрю в домах еще и кухни не поставлены но